добрый день добрый день дорогие друзья добрый день павел юрьевич ну что ж начинаем наш сегодняшнюю встречу и для начала по традиции давайте техническую проверку связи она так постоянные слушатели зрители участники уже сразу ставят плюсики все нормально все хорошо ну и по традиции презентация сегодняшнего вебинара ага спасибо ой столько много плюсов на столько материалов сегодня презентация выложена в папке ресурсы справа на значок вверху папка ресурсов открываете можно будет ее скачать сергей леонидович вижу ваш вопрос даже два вопроса хорошо вас видим и слышим тоже ваш вопрос в чате увидела отвечаю не волнуйтесь на вопросы отвечаем по походу вебинара поход действий значит это не повтор предыдущего вебинара недельный нет двухнедельный по моему давности прошлый раз мы говорили о ссылках об оформлении библиографических ссылок в работах а сегодня мы будем говорить о библиографических описаниях для списков источников то что мы пишем самом конце нашей курсовой дипломной магистрской работы диссертационного исследования прочего и больше сегодня ориентир конечно будет на те списки источников которые составляются по правилам гост раньше составлялись по гост 2003 а сейчас вводом в действие госта 2018 мы будем использоваться использовать его и опираться на него поэтому вот такое небольшие изменения которые придется учитывать при составлении списков мы сегодня и поговорим об основных моментах которые на которые следует обращать внимание поэтому это естественно естественно не повторение прошедшего ну хотя какие-то повторения конечно они будут то есть тогда мы говорили о ссылках а сейчас уже о самом списке они отличаются мы об этом постоянно с вами говорим что список источников это не то же самое что ссылка это разные вещи да сергей леонидович это последний гост 2018 вступил в действие с 1 июля 2019 года и действует для территории россии самый самый последний гост касается библиографической записи и соответственно библиографические описания для списков источников мы ориентируемся составляя на уже на этот гост многое многое остается по крайней мере должны ориентироваться многое остается конечно из предыдущего госта поэтому если с прошлым хорошо сложились взаимоотношения то больших проблем здесь не не должно возникать при переходе на новый год и многое осталось здесь на большинство правил осталось из предыдущего но есть некоторые нюансы которые мы сегодня попробуем рассмотреть два слова про алгоритм и про генераторы вот честно скажу генераторов по гост 2018 найти пока еще не удалось ну видимо это дело времени то есть автоматизация требует тоже вложения разработки поэтому по старым по старому госту есть такие генераторы но с большей меньшей степенью качества своей работы но вот по гост 2018 пока еще не попадалось если вдруг где-то увидите не сочтите за труд поделиться ссылкой просто интересно посмотреть кто кто успел мы видим просто потому что недавно только вели поэтому вот придется придется пока делайте ручками либо использовать старый генераторы но вносить уже вручную те поправки которые есть поэтому здесь важно уметь читать библиографическое описание и хотя бы понимать его структуру то есть знаете какие-то основы тогда и работать с этим будет прочим список и ссылки михаил афанасьевич естественно понятия связанные и очень даже связаны но оформляются они по разным правилам если ссылки оформляются у нас по гост 2008 он так и остался он никуда не делся то список источников к письменным работам к тем же курсовым или дипломным проектам к лк р он оформляется по ориентируясь на гост 2018 вот поэтому здесь вот есть нюансы при да поэтому здесь есть нюансы и там и там и поэтому мы их и разбираем в разных темах вебинаров про ссылки поговорили отдельно а про список источников будем говорить сейчас ну и про алгоритма создания списка источников здесь можно выделить пять таких основных шагов которые необходимы для того чтобы список источников создать и затратить на это как можно меньше силы времени и нервов первый шаг с чего начинается это изучение классики без этого никуда возьмите требования к оформлению методить методичку по оформлению и написанию той работы как которую вы планируете писать курсовая оформление вкр и так далее изучите эти требования в части оформления библиографического списка светлана борисовна все нормально у нас опоздавших нет все приходят все приходят вовремя это первый шаг то есть мы в любом случае ориентируемся на те требования которые приняты в данной образовательной организации второй и там как правило уже прописываются требования к структуре списка какой она должна быть структур может быть несколько они различные чаще всего используется такая смешанная смешанный тип это алфавитная и по видам издания скорее наоборот сначала по видам издания внутри уже по алфавиту второй шаг составляем рыбу структуры списка в своем черновике работы где мы будем писать наш текст в самом конце и постепенно его будем заполнять для этого хорошо сделать сейчас поделюсь таким лайфхаком который реально помогает снизить затраты хотя требует инвестиции времени в его создания делаем обычно такой вспомогательный файл шаблон чаще всего в экселе потому что потом по фильтрам очень удобно делать выборку используем его для сбора информации хранить выбирать в эксельные таблички она как-то попроще оказывается и всю информацию по источникам которые мы находим в процессе подготовки материалов и сбора материалов для написания своей письменной работы вносим в этот экселевский файлик и там можно вносить автора название статьи там а если это интернет ресурс то адрес ссылки например по которой можно сразу выйти на полный текст материала и хорошо туда добавить два отдельных столбца один этапе библиографическое описание или просто иногда называют список и второе ссылка это третий шаг вот с этим шаблончиком очень хорошо работать во первых у вас сохраняется информация не все из того моря источников которые вы найдете у вас войдет вашу работу какой-то отбор группировку вы будете делать а во вторых это вам пригодит и и и это же информация может вам потом пригодится при написании статей и при выполнении других работ но чтобы два раза не искать и три раза не составлять описание на одно и то же у вас вот все вся информация собирается в одном месте и четвертый шаг это уже по мере работы с текстом вставляем заимствование лучше идти отсылки тогда вы не упустите вот этот момент взаимосвязь между ссылкой и списком то о чем говорил михаил фанасьевич у нас работая с текстом вставляем какое-то заимствование прямое или косвенное цитирование сразу на него делаем ссылку ссылку отправляем в excel файлик к нужному источнику тут же делаем описание к этому источнику и его вставляем в нужное место нашей структуры списка в конце работы ссылки потом у вас на один и тот же источник будут повторяться а он у вас уже в списке есть поэтому при первом оформлении лучше вот такую тактику применить тогда у вас и файлик шаблон заполняется с этим файликом шаблоном как он делается там еще есть несколько таких лайфхаков нюансов этой касающихся разных тем но это мы уже в курсе подробно с ним работать будем и отработаем технологию работы с этим инструментом и у вас вашей ваша рыба структуры списка уже постепенно начинает заполняться вот эта связка между ссылкой и списком источников она не разрушится вам уже не в конце не нужно будет тратить много времени на сопоставление а все ли ссылки есть в списке источников или вся литература которая указана списке источников процитирована хотя бы один раз в тексте работы то что и требуется одно из требований к письменным работам то есть это вот такая подстраховка наш на это потом времени можно много не тратить а пятый шаг у нас остается это только проверить правильность оформления самого списка источников чисто техническая работа проверить насколько насколько правильно расставили знаки все ли элементы указаны по областям да соответствует ли это требованиям ну так человеческий фактор никто не отменял что то можем пропустить и упустить но работы уже гораздо меньше а любовь и не аминовна покажу на экране сейчас не покажу табличку в курсе она у нас будет мы с ней будем работать а шаблон я тогда в группу в нашу группу фейсбуке я ее кину чтобы можно было ее посмотреть ну и ввести естественно это не идеальный может быть вариант ее можно затачивать под себя под свои цели и задачи вносить какие-то коррективы делать удобной удобной для себя до любви не аминовна без таблички без шаблончика не оставлю и по структуре списка источников в связи с тем что появляются новые новые ресурсы новые виды ресурсов возникают спорные моменты которые нужно обязательно согласовать с научным руководителем например часто вопрос которые задают вот есть у нас научная литература обычно в списке источников порядок идет такой сначала законодательные акты нормативно правовые акты или нормативную документацию иногда выделяют в отдельный блок иногда оставляют здесь же если их мало да есть темы курсовых где очень много различных гостов прескурантов инструкции и прочего тогда нормативную документацию нет смысла выделить в отдельный блок если их нет или один два законодательных актов много то тогда их можно объединить и вторую затем идет научная литература монографии книги учебная и учебно-методическая выделяется в отдельный блок либо в два блока если много хрестоматий методичек их лучше размещать отдельным да таким разделом в и учебная учебная литература тогда учебники отдельно периодически потом идут статьи из периодических изданий сборников материалов конференции и прочее и потом возможно там нормативная документация диссертация авторефератов отдельный раздел поближе к научным и в самом конце уже идут электронные ресурсы сетевого распространения как они сейчас называются и вот встает вопрос а если это монография в принципе это научная литература но эту книгу я читал в ЭБС вот куда ее отнести к электронным ресурсам или к научной литературе вот это вот такого рода вопросы лучше согласовывать с научным руководителем предлагая одновременно вариант решения я бы отнесла книгу из ЭБС ну это по моему мнению мы в общем-то со студентами так и делали к научной литературе потому что эта книга существует и в реальном живом бумажном варианте ее можно прочитать и собственно по ней мы и делаем библиографическое описание для списка источников и только в конце указываем этого описания такой пример у нас сегодня будет что эту книгу я читал в электронной библиотечной системе вот там то то есть это скорее форма подачи материала форма организации материала через электронную библиотеку или в реальной библиотеке но монография остается монография она есть в печатном виде то же самое стоит возможно применять и к статьям если есть печатный вариант бумажный вариант и есть электронная версия тогда мы указываем описание бумажного варианта нормальное библиографическое описание и вторая часть этого описания будет ссылка на тот электронный журнал где мы это читали ну скорее электронную версию журнала а вот если статья находится только в электронном журнале а таких сейчас становится все больше в печатной версии он не существует он только в виде электронного журнала то тогда имеет смысл его относить уже к электронным ресурсам сетевого распространения это будет более правильно ну вот такие вопросы они возникают и лучше их согласовывать все-таки с научным руководителем если в методичке этот момент кстати кто пишет методички обращайте пожалуйста внимание на этот момент возможно его стоит стоит учесть и внести в требования к нашим выпускникам к диссертантам и магистрантам с тем чтобы сократить вот это количество нервов и сил на согласование этих вопросов а что Михаил Павлович только не в раздел ЭБС а в раздел электронные ресурсы ЭБС это электронная библиотечная система так еще у нас тут вопросы есть список использованных источников и литературы или просто библиографический список как оформлять АВА список источников или список литературы или это в одном списке это в одном списке называют его по-разному список использованных источников ну наверное все таки более более правильно порядок размещения литературы в списке Анна Анатольевна методическими рекомендациями это нормативно-правовой акт внутренний локальный те группировки которые чаще всего применяются и приняты мы как-то у нас был отдельный вебинар по оформлению письменных работ там мы подробно все варианты группировок рассматривали разные варианты в разных методичках я сейчас говорю только о том которые чаще всего применяются чаще всего используются регламентируются внутренним актом локального характера данной учебной организации потому что разные варианты будут работы по там каким-то архивным материалам или технические специальности где пишутся ВКР и дипломы и там совершенно другой порядок может быть представлен есть еще и хронологические есть сочетания разных вариантов размещения литературы и в разных вузах разные методические рекомендации по этому поводу существуют поэтому нужно смотреть именно на свои локальные нормативные акты те которые мы мы разрабатываем для своей организации да ну чаще чаще всего алфавитные но вот очень удобно кстати когда по видам и изданий а внутри алфавитный порядок знаете почему на защите очень хорошо вот в одном из вузов я с таким сталкивалась очень хорошо выглядят студенты раз у них даже на отдельный слайд на защиту выносится сколько научной литературы было найдено и использовано при написании работы сколько там статей сколько ресурсов сколько чего вот прям по ведаму работы цифры ну во первых в требованиях обычно прописывается минимальное количество источников и из них научной литературы должно быть не менее там столько то ну как правило большинство статей столько то и дальше там чтобы не брали все 35 источников из учебников поэтому вот когда есть такое разделение по типам изданий вот с этими требованиями соотносить становится легче и аттестационной комиссии и самому страдальцу писавшему эту работу ну и по ходу выполнения работы легче ориентироваться чего мне еще не хватает что нужно добрать на какую литературу обратить внимание какие источники искать это гораздо легче ну во первых очень так презентабельно выглядит хорошо человек столько научной литературы изучил вот такой-то потрясающий да то есть вот это упрощение работы и того кто пишет и того кто потом будет проверять в алфавитном идет все все вместе и отделить электронные ресурсы от печатных ресурсов сложнее просто но я так понимаю это было сделано для облегчения участия и аттестационной комиссии в том числе что появилось нового в наших гостах ну во-первых появились определены виды ресурсов появилось понятие ресурс если раньше было документ то теперь ко всему применяется терминология изменилась применяется термин ресурс появились такие виды как электронный ресурс мультимедийный ресурс электронный ресурс сетевого распространения то что у нас раньше было удаленного доступа теперь стало сетевого распространения и в новом госте большое внимание наконец-то уделили именно электронным ресурсам Второе изменение – это изменения в области описания. Поменялись состав структуры и порядок следования областей в описании. Взят курс на сокращение сокращений. Простите за тавтологию. Минимизация сокращений в описаниях. Все пишем словами и полностью. Хотя в новом ГОСТе тоже осталась возможность там, где необходимо применять сокращения, но в соответствии с ГОСТами по сокращениям. Про них мы тоже говорили. У нас был отдельный вебинар по ГОСТам. Их мы тоже упоминали. По каким ГОСТам производится сокращение. Но в основном мы все теперь прописываем полностью словами. С одной стороны сложнее, с другой стороны может быть и проще. Для человека, который составляет библиографическое описание, легче написать полностью, чем еще тратить время, выясняя, как его сокращать. Учеб-пособ или пособ, или учеб, или как, или научно-практическое, как ее сократить, лезть в ГОСТ. Написал словом и проблем нет. И, да, ну то, что я уже сказала, большое внимание, больше внимания уделено ресурсам, электронным ресурсам. По областям описания. Мы про это уже говорили. Просто еще раз эту информацию привожу на слайды и показываю, что оно здесь есть, можно взять. То, что было раньше слева, то, что стало, как стало теперь справа, это вот те области, из которых библиографическое описание и состоит. По видам элементов. Если раньше у нас были обязательные и факультативные, теперь добавились еще условно-обязательные. Обязательные, условно-обязательные и факультативные. И что относится к обязательным элементам, к условно-обязательным и к факультативным, я вам здесь тоже на слайды привожу, для того, чтобы можно было на них ориентироваться и эту информацию не искать по предыдущим презентациям. Значит, если у нас было 8 областей, теперь еще появилась 9 область. Общее обозначение материала удалено. Вот это текст, электронный ресурс, то, что мы писали в квадратных скобках, но удалено не безвозвратно, оно перешло в самую последнюю область. Теперь мы это пишем в конце. И по составу элементов, обязательные, условно-обязательные и факультативные, это упростило выбор типа описания. Полное, краткое или расширенное. То есть работа по формированию вида описания, она в связи с этим изменением немножко упростилась. Полное описание, куда включаются все виды элементов, это в основном применяется в библиотеках для национальных, библиотек государственных, государственных баз данных, то, что относится к национальной библиографии. Для региональных библиотек используется краткое описание, которое включает только обязательные элементы. А расширенный вид описания, он включает обязательные и условно-обязательные. При составлении и оформлении списка источников мы будем сталкиваться либо с кратким описанием, либо куда входят обязательные элементы, либо очень кратким, куда входят обязательные элементы. Но не все некоторые организации идут на этот шаг, сокращают еще и обязательные описания. Ну так как мы не библиографирующая организация, мы в общем-то это можем сделать. И иногда используют расширенный тип описания, включая туда еще некоторые из условно-обязательных элементов. Например, тот же вид, то, что было типом источника, то, что у нас обозначение материала и то, что у нас переехало в конец. Его можно опускать в тех описаниях, которые мы используем для списков источников, но иногда его оставляют. Его оставляют для тех источников, которых меньшинство, которые не составляют основной массив документов, на которые мы делаем описание. Ну, например, основные документы у нас текстовые, а электронных ресурсов у нас только 10 из 40. Вот для них тогда мы указываем, что это все-таки электронный ресурс. Вот это оставляем. А для остальных, для текстовых, обычно опускают. И изменения, которые произошли в одной из самых главных областей, самых важных, это область заглавия и область ведения об ответственности. Во-первых, предписанный источник информации теперь это титул и заменяющий его оборот. Информация с оборота титульного листа теперь в квадратные скобки не берется. В прежнем, пишем все без квадратных скобок, в прежнем ГОСТе, в принципе, это подразумевалось, но во всех примерах и образцах сведения с оборота ставились в квадратных скобках. Но, видимо, это был какой-то недочет старого ГОСТа. И вот в 2018 просто эту ошибку устранили. Поэтому здесь, может быть, ничего нового для нас нет, но то, что берем с оборота титульного листа в квадратные скобки, теперь не ставим. А вот остальные сведения, которые мы берем для описания, но не с титула и не с оборота, их заключаем в квадратные скобки. Этим мы показываем, что вроде бы они есть, они используются, но эта информация взята откуда-то, из другого места книги, но не с титула. Как выглядит, да, еще из новшеств. Общее обозначение материала заменено на область вида содержания и условий доступа. И сведения, относящиеся к заглавию, теперь пишем без сокращений. Ирина Львовна у нас... Так, а, к этому мы чуть-чуть попозже подойдем. Так, кто у нас? Елена Марковна, по-моему. Вопрос по сокращениям был, да? Почему при описании нормативных документов мы пишем полностью принято, опубликовано, а при описании патентов сокращаем до заявления опубликовано. Вот, вот, тот самый случай. При необходимости можно сокращать, при необходимости. Да. Забыли написать полностью. Но недочеты, сразу скажу, в новом госте тоже некоторые. Некоторые вот такие, спасибо Елене Марковне, кстати, про пример. Они, они все-таки остались в этом, в этой части, особенно сокращений, либо полных описаний. Но, 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 все-таки, все-таки в сведениях об ответственности, в сведениях, относящихся к заглавию, пишется без сокращений. Поэтому, все-таки, стараемся писать без сокращений. Гост мы при этом не нарушим. Нет титульного в конце книги, квадратные ставим. Ой, как это нет титульного листа? Оборот титульного листа должен быть. И самое важное, правило трех. Вот правило трех отменено, заменено на правило четырех. Расширили. Касается трех авторов, остальные и дыры. Да, теперь четыре автора и остальные и дыры. То есть, как выглядит. Пример описания. То, что было, так, возьму-ка я, может быть, вот это. Как было раньше, как стало теперь. Титульный лист, информация с титульного листа. Редактор на титульном листе указан не был, но мы ее дописали. И раньше мы должны были бы писать в квадратных скобках. Теперь мы пишем, опять же, обратите внимание, без сокращения. Слово «редактор», без квадратных скобок. Ну и то же самое четвертое издание. Четвертое издание, 125 издание, я сейчас не шучу, есть 125 издание одного из учебников по русскому языку 60-х годов, постоянно переиздающиеся. Там реально стоит 125 издание. Пишем так, то, что касается сведений об издании, пишем так, как указано на титульном листе, то, что прописано в госте. Написано полностью, лучше написать полностью. И если нет автора. Если автор, здесь у нас автор на титульном листе указан. Если ситуация, что у нас автора на титульном листе, он не указан, указан только на обороте, то тогда мы раньше бы даем под названием книги, вставляем автора, так как он не указан на титульном листе, вместе с редактором в квадратных скобках. Теперь мы указываем полностью, без квадратных скобок. И любимый вопрос про место издания. Место издания пишем полностью. То есть все города без сокращений и под ред пишем полностью. Если только у вас, Михаил Павлович, не написано в самом источнике на обороте титульного листа или на титульном листе, под ред и дальше пошли данные. Вот тогда пишем под ред, а если так, то лучше это. Ага, Руслан Юрьевич, отлично, процесс обучения пошел. Чего здесь не хватает? Руслан Юрьевич нам подсказал. Пробел между инициалами, конечно же, ставим. Вот так, как здесь. Здесь у нас чего? Здесь у нас не хватает пробела между инициалами. А он у нас должен быть. Отлично, есть. Дальше. Правило трех. Правило трех. Если раньше у нас было вот так. За описание книг больше трех авторов. Трех авторов мы указывали здесь. Если четыре и больше автора, мы писали вот так. Фамилию первого, книга идет под заглавием и в квадратных скобках ИДР. И Москву еще сокращали. То теперь, если в книге четыре автора, наконец-то четвертый автор вышел из вот этой вот ИДР. За косой чертой указываем, также описываем под заглавием, но за косой чертой указываем первых четыре автора. Если больше четырех, пять и более, тогда действует то же самое правило. Вот оно сюда возвращается. Также пишем ИДР. И вот обратите внимание, если раньше мы писали текст обозначения материала вот сюда, после сведений об ответственности, перед косой чертой, мы записывали в квадратных скобках обозначение, что это текст, то теперь он у нас перемещается в конец описания. И пишем не просто текст, а еще текст непосредственный. То есть это печатное издание. Михаил Павлович, спокойно. Не надо, не надо так переживать. Все электронные каталоги перенастраивать. Перепрограммируем. По общему обозначению материалов. Раньше было у нас вот так. Общее обозначение материалов, которые мы использовали, но чаще всего использовались вот эти два текста, электронный ресурс. То сейчас это называется область вида содержания и средства доступа. Записывается в конце. Выглядит она вот так, но не радуйтесь, что их стало меньше. Там еще вот эти средства доступа и пояснения. Текст какой? Непосредственно электронные движения. Устная речь, неустная речь. Их достаточно много. С этим разбираться, это просто отдельный вебинар. Можно на эту тему проводить. И на занятиях мы просто с этим уже более будем практически работать в нашем курсе. Привожу вам пункт в гости, который отвечает за эту тему. И если нужно расшифровать, раскрыть, что это за текст, какая это устная речь, то вот пункт 5.10, 5.8, вот эти пункты смотрите уже в самом гости. Так, первые. Так, сейчас я посмотрю к вопросам, потому что здесь уже пошли крики души. Сейчас немножко вернусь в ленту. Так, и в ссылках тоже, и в ссылках тоже. Если автор только на обороте титульного листа, книгу все равно под названием описываем. Ну, не под названием, а под заглавием на титульном листе не указан. Вообще, да, если один автор, то можно указывать его как автора, и уже не писать, что если один автор. Если два и более, если четыре и более, то тогда под заглавием. Гарановый. Так, сейчас я посмотрю, а что за вопрос у нас был. Ага, Любовь Федоровна, нашла. Обязательно ли в каждой статье из периодики писать текст непосредственный? Так, значит, коллеги, нужно ли везде писать текст непосредственный? Значит, смотрите, если основной массив информации у вас именно текст, и именно непосредственный, это условно обязательный элемент, его можно опускать. То есть, если в методичке мы напишем, что мы его не будем использовать, берем краткий вид описания, и забыли про него навеки вечные, то и не указываем. Если основной массив у вас печатная текстовая информация в вашем списке источников, то его тоже можно не указывать. Но если у вас, например, из 45 источников 48, 48, да, из 48 источников там 40 электронные ресурсы, и только там 5-8 текстовые материалы, то тогда электронные ресурсы мы, вот этот текст там электронный мы не указываем, а для меньшинства тогда нужно будет дописывать. То есть, это для меньшинства. Чаще всего сейчас в списках стараются его опускать, но раз такая возможность есть, чтобы вот с этой частью не мучиться долго и не мучить своих подопечных. Сами, ну, Михаил Павлович, вот так написали правила в образцах, а пусть в образцах сами немножко даже чего-то не уследили. Так, издатели очень часто не соблюдают... Да, к сожалению, бывает и такое. Поэтому есть библиографы в библиотеках, чтобы за издателями перепроверять, поэтому те описания, которые приводятся, и делать правильно, поэтому те описания, которые приводятся на обороте титульного листа, их все равно приходится дорабатывать, когда мы их вставляем в свои списки источников. Просто так копипастом поставить не всегда получается. Так, ИСБН. Нужно ли ИСБН? ИСБН обязательный элемент. В течении, ну, да. Уточните, описание нужно электронной или текста непосредственной. Надежда Владимировна, сейчас мы к этому перейдем к описанию статей. Еще один вопрос тоже у нас сейчас будет, на него ответ увидим. Федеральный закон с какой буквы в ГОСТ с большой, да, с большой буквы. Почему? Как говорит ГОСТ, потому что в сведениях об ответственности федеральный закон пишется с большой буквы. Вот так вот. Есть URL, есть электронный ресурс. А, Михаил Павлович, не всегда, сейчас посмотрим. По, что еще по область публикации производства распространения. То, что раньше называлось у нас место издания. Обязательно приводится первое место издания, издатель и дата. Это является обязательными элементами. То есть, если у нас несколько мест издания, если у нас несколько издательств, то можно сокращать до первого. Первое место издания, первый издатель. Сведения об издателе для газет, журналов и сайтов опускаются без указания, без издателя. И по аналитическим описаниям. Вот сейчас как раз к аналитическим описаниям мы с вами перейдем. Так, что у нас здесь, я смотрю, в чате происходит. Наталья Павловна, как в гости написано, так и пишем. Даже если нарушает, да, нарушает и все дения об ответственности, мы вообще-то должны писать с маленькой буквы, но пишем, пишем, написано в гости с большой, значит пишем с большой. И еще одно в области, сейчас я вернусь сюда. Второе название теперь пишется не через точку, а выносится за двоеточие в области сведений, относящихся к ответственности. То есть энциклопедия – это второе название книги, но не связанное с первым названием, но не показатель, что это, да, энциклопедия, словарь и так далее. То есть это второе название книги, а второе название выносится теперь в область сведения, относящихся к заглавию, и пишется через двоеточие. По аналитическим описаниям. В принципе, здесь много чего, да, и пишется с большой буквы, Михаил Павлович, много чего осталось, как и было. Например, если у нас печатный источник, то вот как он и есть, так мы его и описываем в конце, только добавляем текст непосредственный, если этот условно-обязательный элемент у нас в требованиях стоит, и в образцах описаний в наших методичках он указан. Определился, наконец-то, местоположение дои, и если статья у нас из электронного источника, то она будет, ее описание будет выглядеть вот так. То есть сначала мы приводим описание самой статьи. Приводится, это статья из электронного журнала, да, приводится ее дои, если имеется. Текст электронный пишем вот сюда, уже не в конце, а стоит он в серединочке у нас, относится к статье, поэтому передвигается в серединку. И дальше через двоеточие, что это за журнал, номер, все как прежде. И в конце добавляется не режим доступа, а URL. И дальше указываем электронный адрес и дату обращения. Значит, что еще у нас появилось в электронных... в электронных публикациях. Вот ответ на ваш вопрос. Область идентификатора ресурса и условий доступности. Обязательный элемент это ESPN, ESSN, ДОИ, номер государственной регистрации. Поэтому для статьи, если они имеют адрес ДОИ, то его указываем. Вот он у нас стоит. Указываем после сведения об ответственности и после перечисления наших авторов, после названия, и дальше идет уже текст электронный. Вот они перемещаются сюда. Почему не в конце? Потому что эта информация относится не ко всему источнику, не к журналу, а относится к конкретной данной статье, которую мы описываем. Поэтому он перемещается вот сюда, в серединку. Так, смотрю, пошло бурное обсуждение про тире и дефис. Да, Михаил Петрович, ДОИ определили, куда ставить, про тире и дефис. Значит, смотрите, если это знак предписанной пунктуации, то ставим тире, среднее тире, вот это, между страницами, вот здесь тоже, да, у нас что стоит? Тире, а должен что стоять? Дефис. Вот здесь ставим дефис. Между указаниями страниц, особенно когда говорим об аналитических описаниях, да, вот здесь ставится дефис. Во всех остальных случаях, там, где идет, как знак предписанной пунктуации, точка тире, там ставим уже через тире. И примеры аналитических описаний, когда аналитические описания из сборника материалов конференции, которые являются электронным ресурсом. Заголовок, да, автор у нас есть. Название статьи есть. То, что выделено зеленым цветом, это условно обязательный элемент, то есть это то, что можно опускать. Ну, в данном случае мы расшифровываем. Сведения об ответственности приводятся в квадратных скобках, так как мы их определили с экрана, что это такое, что это за тип, что это презентация, что это взято из материалов Международной научно-практической конференции, приводим ее данные, и все это заключаем в квадратные скобки. То есть оно есть, но не на заглавном экране. И дальше за косой чертой приводим сведения об авторе. Через точку тире пишем текст электронный, но опять же зелененьким выделено, поэтому если можно опустить, то опускаем. Если электронных ресурсов у нас меньшинство, то приводим. И дальше за двумя косыми чертами у нас пошла информация об этом журнале, что это такое, название, через двоеточие, что это электронный журнал. И дальше пошел адрес URL. Вот, слава богу, режим доступа теперь убрали. Теперь везде и в ссылках, и в списке источников мы пишем одинаковый URL. После него ставится двоеточие, так же, как и было после режима доступа. Не ставим пробел лишний. Привязываем двоеточие к URL. И дальше пошла дата публикации. Тот же самый источник, если бы он у нас был просто из сборника материалов конференции, но в печатном виде, он бы у нас выглядел так. То есть, вот, смотрите, здесь мы даем только ссылку, мы не указываем нигде издателя, но если бы это была печатная статья из печатного сборника материалов конференции, то тогда нам нужно было бы указать после названия места издания, издательства, год и страницы, где он опубликован. Примеры описаний книга и книга ВБС. Вот все, что приведено до вот этой, до URL, да, это печатное издание. Москва, опять же, обращая внимание, пишем полностью. И если бы он закончился на этом, то у нас пошла бы вот эта часть сразу, текст, только был бы непосредственный, не электронный. Книга находится, есть и в печатном виде, есть и размещена в ВБС. Дополняем, если мы ее читали из ВБС, то дополняем вот эту часть. То есть, мы говорим, что эта книга печатная вот этой частью, описания, мы об этом сказали. Она есть в печатном виде, но мы ее читали в электронной библиотечной системе, где она тоже расположена. Вот ее адрес, вот дата обращения. Сейчас очень удобно сделано, когда берете библиографическое описание из самих ВБС, он уже автоматически дату обращения, кстати, проставляет. Дальше указывается режим доступа. Он все-таки не исчез у нас полностью. Указываем мы его только при необходимости. Если режим доступа свободный, вот эту часть можно опустить. Если есть какие-то условия, требуется подписка, требуется регистрация, то тогда они сюда пишутся по подписке, по регистрации. И вот здесь тоже допускает ГОСТ сокращение. Иногда пишут по требуется регистрации и сокращают слово регистрация. Ну, чаще попадается вот в ВБС по подписке. И в конце уже ставим текст электроны. Разница может быть по регистрации или по подписке. Если ЭБС допускает регистрацию физических лиц при определенных каких-то условиях, там на платной, на бесплатной основе, то тогда лучше писать по регистрации. Если же режим доступа только для сотрудников учащихся тех образовательных организаций, которые подписаны на данную библиотечную систему, тогда лучше писать по подписке. Понятно, что туда только определенные лица могут попасть. Так, Михаил Павлович, я так понимаю, это про вопрос про между страницами, а теперь как? Это про тире и дефисы. Вроде мы это разобрали. Если знаки, то тире, если между страницами, то дефис. Ставят дефисы. Ну, Ольга Мироновна, Оксана Мироновна. Да, это проще. Просто есть тоже хорошая фишка в лайфхак в Ворде. В Ворде, когда делаете, можно настроить символ, определенную комбинацию клавиш, и там можно настраивать разные типы тире и длинная, и вот это вот среднее, которое мы используем, просто на определенную комбинацию клавиш, запрограммируйте, и тогда у вас проблем не будет возникать. Легче выставлять при наборе текста. Просто нажимаете одну клавишу, и он сам вам поставит этот символ. Область перед двумя косыми, это что такое, Михаил Павлович? Область перед двумя косыми чертами. Вот на этом примере покажу. Значит, смотрите, Михаил Павлович. Вот это вот все. Вот этот, ой, текст до двух косых черточек, это аналитическое описание относится к самой статье. Это ее информация. Автор, как называется, где она, в каком сборнике была размещена, что это текст и так далее. Все, что идет после двух косых черточек, вот эта информация, она относится к самому сборнику, в нашем случае, или к журналу. Это его данные. То есть у нас в аналитическом описании как бы присутствуют две части. Первая часть говорит о том, что это за кусочек, а вторая часть после двух косых черточек, она говорит о том, а что это сам за источник. Поэтому очень важно, когда мы ищем сам источник по библиографическому описанию, из каталога, из картотеки, дали нам список. Иногда сами научные руководители или преподаватели этим грешат, забывают вот про эти две косые черточки ставить. Обращайте внимание, что найти вот по вот этой части, по названию автору, например, мы в каталоге той же РГБ не сможем, особенно если не ведется роспись периодических изданий или материалов сборника, а чаще всего она не ведется, слишком трудоемкий процесс, то нам искать информацию нужно вот по вот этой части, которая за двумя косыми палочками, черточками. То есть мы сначала находим сам сборник, а потом уже внутри сборника смотрим, на каких страницах нужная нам статья располагается. И только вот так мы ее находим. То есть здесь вот важно понимать, что до двух косых черточек – это вся информация, которая относится к самой статье или к голове, или к какому-то разделу. Но они являются частью большего, и это большее прячется за двумя косыми черточками. Так же, как и здесь у нас, вот эта первая часть, это относится, по аналогии, относится к печатному изданию книги, а вот эта часть, это относится к электронной библиотеке, к электронной части. И вот здесь тоже обратите внимание, если мы делаем описание на книгу или на журнал, на источник целиком, то тогда вот этот электронный текст у нас входит в самый конец описания. Но если это аналитическое описание составной части, то есть есть две косые черты, то вот этот текст электронный, он встает перед ними через точку тире. Поэтому, ну вот перебегает он сюда, прячется здесь. Поэтому на это обращайте внимание, смотрите просто, что у вас. Если есть две косые черты, то перед ними мы и пишем какой-то текст, вот этот вот вид источника, вид материала. Так, что у нас еще? Класс режет. Ага, Наталья Павловна, остается только посочувствовать. Я, честно скажу, тоже не могу еще до сих пор привыкнуть про эту букву Ф, федеральный закон в сведениях об ответственности, еще писать с большой буквы. Ну вот, вот есть. Может быть поставить этот вопрос перед разработчиками ГОСТа и внесение изменений и методических рекомендаций с точки зрения филологов, а почему бы и нет. Учебные, учебные, а, Надежда Александровна, хороший вопрос. Учебное пособие с маленькой буквы, а почему в примере энциклопедии было с большой? Значит, смотрите, если у нас было бы обозначение книги, энциклопедия, ну, как вид издания, как тип издания, так же, как учебное пособие, энциклопедия, словарь, мы написали бы с маленькой буквы. Но если за двоеточием в сведениях об ответственности идет с большой буквы, это второе название книги. Оно взятое с титульного листа, оно там присутствует. Это не энциклопедия, это бизнесовое издание, и просто второе название, красивое, энциклопедия решений. Хотя формат построения самого материала далеко не энциклопедический. Вот это тоже особенность в новом госте. Второе название, особенно если оно не связано с первым, у нас любят двойные названия, красивые, давай, да? Оно выносится в сведения, раньше мы через точку писали, и было хорошо, а теперь оно выносится в сведения об ответственности, пишется через двоеточие, но с большой буквы, потому что это название книги. Ну, вот так сделали. Поэтому, да, вот смотрим, с маленькой или с большой, да? Потому что второе название. Спасибо, Надежда Валентиновна. Ага, да, точно. Диссертация автороферата. Оксана Владиславовна, по поводу оформления диссертационных работ авторофератов и рефератов диссертаций, вот тоже хороший вопрос, пока не решенный. То же самое, как с электронными изданиями, ладно, а вот с оформлением ссылок тоже могут возникать нестыковки, потому что один ГОСТ приняли, а он за собой потянет сейчас все остальные. Пока не поменяли ГОСТ 2011, скорее всего, изменения будут приниматься и будут приняты в ГОСТ по оформлению диссертации авторофератов диссертаций. Вот этот вопрос лучше, Оксана Владиславовна, адресовать Наталье Мадестовне Логачевой, тоже наш спикер. Она занимается как раз вопросами работы и написания диссертационных исследований, кандидатских, докторских диссертаций. Возможно, какие-то изменения уже есть. Попробуйте записаться к ней на вебинар или найти ее в... Есть группа в социальных сетях, она там тоже присутствует, Наталья Мадестовна Логачева. Вот этот вопрос лучше уточнить у нее, потому что по оформлению диссертации возможно, какие-то изменения уже внесены. Но если пока ничего не принято, это, опять же, нужно смотреть на те требования, на которые ориентируют вас, смотреть на требованиях, появляются ли изменения на сайте ВАКа, пока я не видела. То есть пока тогда обращаем внимание на старые требования. Но не исключено, что примут и будут требовать с нас по новым правилам, поэтому знать не повредит. Ага, Ольга Ивановна, а почему в предыдущем примере? А для того, чтобы вы спросили. Название вот здесь у нас должно было стоять вот так. Две точки. Просто беру учебные примеры. И проверяем на внимательность. То есть через пробел у нас должно было бы идти вот так по правилам, по новым правилам. По старым правилам у нас было бы вот так через точку. Заглавие на титульном листе. Надежда Валентиновна, если стоит точка на титульном листе, и если вот это идет как одно заглавие, то да, там оно не стояло, поэтому можно через двоеточие выносить сведения об ответственности. Если переходят инициалы, нужно вставлять? Можно. Почему двойное заглавие через двоеточие? Из-за главной буквы, а не два разных предложения Наталья Павловна, потому что это вот теперь новое правило. Второе заглавие, если оно не связано с первым, и если на титульном листе не стоит вот так через точку и написано, как одно считается, с точкой, да, и заглавие, тогда мы его так пишем. Если просто написано одно заглавие, а потом второе, и никакие знаки припинания между ними не стоят, а он не считается как второе заглавие, тогда выносим за двоеточие через пробел. Тогда у нас получается вот так два. Два сведения об ответственности, что это за издание, и второе название выносится сюда. И электронный ресурс удаленного доступа. Здесь, в принципе, страшного ничего не произошло, но слава богу, что теперь эти примеры есть в ГУСТе 2018, они вынесены сюда. Название материала, ну, это вот материал взят со страницы официального сайта. Через точку тире перед двумя чертами пишется текст, вот этот условный элемент, условно-обязательный элемент. Ну, если его не опускаем, то значит опускаем, у нас не будет ни точки, ни тире, у нас сразу пойдет через пробел две косые черты. И дальше пошло название сайта. Название сайта, и в сведениях, добавляют сведения об ответственности, пишем, что это. Это официальный сайт, это персональный сайт, это, ну, добавляем для раскрытия информации. Год, год можно брать из подвала на самом сайте. И дальше URL, все как было, дата обращения, то есть здесь больших изменений не произошло, вот только то, что пишем, теперь все целиком не сокращая. И, да, то, что убрался режим доступа, теперь пишем URL. Примечания о режиме доступа, свободные по подписке, требуется регистрация, не требуется регистрация, это условно обязательные элементы, вот описаны только при необходимости, если это нужно указать, какие-то особые моменты в доступе. А вот обязательные элементы для ресурсов сетевого доступа, это дата обращения или дата публикации и электронный адрес. Вот это то, что обязательно должно быть для электронных ресурсов, поэтому страшно, здесь ничего такого не произошло, только все оформилось внутри одного ГОСТа. Возможность заменения даты обращения на дату публикации для электронных ресурсов и патентов очень часто вот эту вещь пишут для электронных статей в электронных журналах, то есть можно писать дата обращения, иногда ставится и дата публикации, когда был опубликован материал. И по электронным ресурсам сетевого распространения, ну вот один пример только приведу, очень хорошие, кстати, хорошие примеры, есть Новокузнецкая, по-моему, библиотека, по-моему, вузовская, вот они сделали описание для роликов, например, на Ютьюбе. Мне этот пример понравился, поэтому я его вам показываю. В принципе, сделано все правильно. Автор, название, здесь двоеточие без пробела, потому что вот это и есть все название этого ролика. Здесь указан фильм, есть ли у нас видеолекция, есть ли у нас какой-то иной вид материала, тогда сюда дописываем в квадратные скобки, потому что мы это сами определяем. Авторы, создатели, за косой чертой, дата публикации, вот что мы здесь указываем, чтобы показать, что это видеоролик, что это видеофильм, это изображение электронное. И дальше пошло название. Название канала и в квадратных скобках указываем, что это официальный аккаунт на Ютьюб, либо официальный канал, если это канал, и где, потому что видео хранились сейчас не только Ютьюб, разные появляются. И дальше адрес доступа и дата обращения. Все. В принципе, сложного ничего нет и для описания видеороликов. Но прежде чем использовать какие-то материалы и видеолекции с Ютьюба, если мы говорим о письменных работах, выносящихся на защиту, особенно различные диссертационные особенно исследования, все-таки очень с этим осторожно. Не приветствуются в академических кругах вот такие ссылки на видеофрагменты, особенно на Ютьюбовские. Как-то не принято. Поэтому лучше этот момент согласовать со своим научным руководителем, но есть материал, который существует только в таком виде, тогда надо доказать его уникальность, что нет в печатном, нет его в неопубликованном, но его необходимо использовать для своей работы. Поэтому с этим очень осторожно, с видеороликами описать-то можно все, что угодно. Можно сейчас ведутся обсуждения, как давать, как составлять описание, можно ли давать ссылки на комментарии, на посты в социальных сетях. И в принципе есть такая тенденция склоняться, что да, можно. Но вот в гарвардском стиле, например, международный стиль описания гарвардский, там этот пример есть, то есть это как-то принято. У нас пока еще не очень, но вот имейте в виду, что на это тоже можно составить описание, используя те правила, которые не противоречат и составляют описание в рамках требований ГОС-2018. Для нормативных и законодательных ресурсов, что обязательно должно быть? Данные обведения, одобрения или изменениях. вид нормативного акта приводится за главной буквы. Вот этот вот федеральный закон, он рассматривается как вид нормативного акта и его в сведениях об ответственности в ГОСТе приводят с большой буквы. Ну а дальше полностью словами опять же все пишется принято, когда одобрен, когда и все эти данные в законодательные акты прописываем. Ну вот так это будет например выглядеть в описании. Официальный текст по состоянию на с изменениями и дополнениями согласно чего. И дальше пошли уже сведения об ответственности и выходные данные. То есть вот эту вот часть не забываем прописывать, когда мы говорим о законах. для ГОСТов. Если вы описываете у вас в заглавии есть ГОСТ номер такой-то, такой-то, а потом пошло его название, то в сведения об ответственности еще раз ГОСТ писать не надо. Если вы начали вот с этой части аппаратура радиоэлектронная, технические требования ГОСТ такой-то, вот тогда его нужно будет вынести вот сюда в сведения об ответственности в сведения относящиеся к заглавию и привести его уже здесь. Но второй раз его сюда переписывать не нужно. И коллеги, на сегодняшний день мы с вами подбираемся к завершению нашей сегодняшней встречи. Сейчас еще посмотрю, что у нас есть по вопросам. В принципе, основные моменты, на которые следует обращать внимание, ну, конечно, это не все, но хотя бы самое основное, что мы успели за час, я вам сегодня привела. Сейчас посмотрю, что у нас есть в вопросах. Сначала в чате, потом во вкладке «Вопросы». Я так немножко поднимусь наверх, попрошу минуту тишины в эфире пока подождите писать, а то у меня лента убегает, я пропускаю. Какие-то вопросы могу потерять, ладно? Так. Ага. Если имеется печатный источник, то мы вносим изменения в эту же запись электронной непосредственной. Нет, Елена Вячеславовна, вопрос про электронный каталог, а потом приходит печатный источник, можете оставить просто текст электронный и все. Оставляйте просто текст электронный. Можем ли мы по приоритету указывать только текст электронный? Да, остаются книги, указывают только текст электронный для издания ВБС. Значит, Елена Вячеславовна, смотрите, указывать только текст электронный по приоритету? Да, можно, но просто мы сейчас говорим о списке источников письменной работы, а не о том, как оформляется электронный каталог, это немножко другое. Так, есть ли книга и в электронном и в печатном? Непосредственно электронный. Да, можно так, можно так. Так, дальше, сейчас еще посмотрю, что у нас перед датой обращения. Нет, передатой обращения в скобках, когда пишем, не ставим, просто пробел после адреса электронной. Надежда Николаевна у нас спрашивала, есть ли книга и в электронном и в печатном виде, но для библиотеки, да. Любовь Николаевна про вопрос в вопросах не совсем поняла, напишите, пожалуйста, что-то где-то у меня может быть убежало и могу что-то пропустить, поэтому не обижайтесь, пожалуйста, коллеги, чат иногда выпрыгивает. Дальше, стимулирую, относящиеся, да, заглавие они к ответственности, спасибо, Людмила Васильевна, а передатой обращения точка-терен, текст, есть ли дата 19-го, да, если, Любовь Федоровна, есть ли дата в источнике перед, перед текстом, да, перед, перед текстом, как бы, запятую в заголовке библиографической записи, ранее говорилось, так, Елена Марковна, можно опускать, можно опускать запятую в заголовке библиографической записи для курсовых, для дипломных работ, так как это не не печатные издания, да, не отдельные издания. Можно опускать, но не забудьте это просто в требованиях написать, тогда иначе у вас студенты будут ставить, тащить лишние запятые из примеров, которые они копипастом любят вставлять в свои списки источников. Так, и гос на сокращение, нет, гос на сокращение не отменен, Татьяна Сергеевна, просто в новом госте взята такая тенденция на сокращение любых сведений, ну, только вообще все писать полностью, включая сведения, относящиеся к заглавию, включая все остальные вещи, да, все остальные области, элементы, вот такое, такое направление взято. Да, то есть минимизировать количество сокращений, но если уж совсем без них никак, но вот сам гост без этого тоже, как мы видим, не обходится полностью и что-то начинает сокращать. Поэтому, поэтому вопрос, конечно же, спорный, конечно же, не тратный, работок и в новом госте тоже хватает, но я надеюсь, что постепенно и они будут исправляться. что делать? Да, ну, пока вот ситуация у нас такая. Ну, вот основные, основные моменты мы с вами прошли, то, что добавилось в новом госте к старым правилам, ну, старые правила, они не отменились, произошли только некоторые изменения, поэтому не настолько все страшно, как могло показаться в самом начале, когда гост у нас только-только готовился и вступал. Поэтому, если знать основные моменты составления и структуры библиографического описания, то не так страшно становится потом уже ориентироваться на новые на новые правила. Так, смотрю, вкладка вопросов. Если нет сведений об издателе, в книге можно опустить вы можно точка в заклаве ага, Екатерина Анатольевна, спасибо, да, ага, можно ли по госту исключить из описания некоторые обязательные элементы, например, ИСБН. Галина Александровна, исключить из описания некоторые обязательные элементы, например, ИСБН, это то, что очень часто делают и какие-то из элементов, лучше, конечно, этого не исключать, потому что это идентификационный номер, по которому, если мы ошибемся даже в каких-то частях описания, то по идентификационному номеру мы этот источник можем найти. Так же, как и ДОИ. Лучше не исключать, но очень часто в вузах, особенно в колледжах, например, идут на максимальное сокращение библиографического описания, хотя бы автор названия, место, год издания и количество страниц или страниц, стараясь убирать даже обязательно какие-то элементы из описаний. Но это должно быть принято на уровне самой организации, чтобы не получалось, что в рамках одной кафедры у одного научного руководителя пишут чуть ли не вообще все полное описание, как для каталожной карточки или для электронного каталога, а у другого преподавателя той же кафедры свои требования, где вот только название автора, место, год издания и страницы и все. И больше ничего. То есть должно быть какое-то единообразие. Этот вопрос нужно согласовывать в рамках организации, а не принимать самодеятельные решения. То есть согласование все равно должно быть. Михаил Павлович, мы сознание, Михаил Павлович страшен словом сознание, сознание мы не ломаем ни в коем случае, расширяем границы видения скорее. Ничего ломать только пожалуйста не надо. Тем более в собственном сознании или подсознании. Как Гульнас Забировна, как скачать презентацию? Презентацию заходите в папочку ресурсы и скачиваете не по ссылке, а вот по этому зеленому квадратику. У вас откроется окно рядом с названием. Да, Павел Юрьевич, вот так лучше расширяем сознание. Вот. Да, и презентацию оттуда скачивайте по зеленому квадратику. Ну, Михаил Павлович, что-то, что-то, да, что-то не особенным. Возможно, Владимир Алексеевич, знаете, лучший вариант это когда есть единая методичка, единые требования, которые в рамках вуза выполняет библиотека или там в рамках колледжа выполняет библиотека образовательного учреждения и даются единые требования к оформлению ВКР на всю организацию. Где-то поставлен вопрос так, и это лучший вариант. Иногда встречаются, но тоже нужно предусмотреть специфику разных кафедр или разных факультетов. Например, если есть факультет там исторический и есть какой-нибудь экономический. Одни работают с архивными материалами, у других публикации, например, только в периодике научные и прочее. То есть нет каких-то особых источников, которые требуется особо оформлять и описывать. Или там лингвистика и экономика. Там может быть и структура потребуется и списка другая, возможно там будет и хронологическая структура размещения источников. Поэтому в этом случае лучше согласовать этот вопрос. Кафедра может разработать, но лучше согласовать с библиотекой, с директором библиотеки, с библиографами, чтобы это было хотя бы в рамках одного факультета, в рамках одной кафедры выпускающей, где много, например, студентов, чтобы не каждый преподаватель хотя бы внутри кафедры принимал свои требования, как удобнее ему. Поэтому пожалуйста, пожалуйста, с этим вопросом очень осторожно. Владимир Алексеевич нету. Ага, правила очень старые, но переделать пока ВОЗ не собирается. Ну, тогда делается своя методичка, но согласуется с заведующим кафедрой, с деканом, так, чтобы у вас было обязательно разрешение на ее использование. Тогда уже используем новые правила, но в рамках кафедры. То есть, а, ну, замечательно, Владимир Алексеевич, тогда проще, тогда разрабатываем для себя, но согласуйте хотя бы с деканом или с библиотекой, чтобы они были в курсе того, что происходит. Ирина Викторовна, какие ресурсы вы не видите, Ирина Викторовна? Про перевод заглавий на русский язык мы не говорили сегодня, Оксана Владимировна. Смотря что, если это источник на иностранном языке, то его так и приводим на языке оригинала. Если это переведенный источник, то приводим по русскоязычному варианту, просто пишем, можем добавить, например, сведения об ответственности, в чьем переводе, да, кто переводчик, сведения о переводчике. Можно не добавлять. Не утруждайте своих тех же самых студентов, магистрантов, несчастных учащихся, заставляющих приводить параллельные заглавия. Это с нас в скупсовских статьях и изданиях могут потребовать приводить с параллельными заглавиями, со всеми вещами. Для студенческих работ не надо. Чаще всего будут русскоязычные источники или взят источник на иностранном языке, но приводите как оно есть в оригинале. не стоит вот здесь усложнять жизнь и студентам, и научным руководителям, и преподавателям. Да, Юлия Леонидовна, спасибо. Убежал комментарий, увидела, да, если больше пяти, то указываем три и дыры, три автора и дыры в сведениях об ответственности. Спасибо. Итак, коллеги, наше время совсем уже истекло, поэтому так, сеанс одновременной игры и ответов на вопросы подходит к концу. Заканчиваем в конце. Сейчас я попробую дать ссылку. Просили в самом начале у нас ссылку на группу, куда материалы буду выбрасывать и там же будет появляться информация о курсе, поэтому закидываю ссылку на группу в фейсбук, можно присоединяться. Активный деятельность скоро там начнем по полной программе. Ну и на этом сегодня коллеги разрешите завершить наш такой активный вебинар, очень даже активный получился. Большое спасибо всем, кто принимал участие, большое спасибо всем, кто подсказывал, замечал, писал во вкладку в чат и вопросы. На самом деле я вам очень благодарна за, во-первых, за интерес к теме и библиографии, и за интерес к нашим вебинарам, и за вашу активность и небезразличие. Естественно, споры, доработки, усовершенствования это все будет, и на самом деле это очень здорово, что мы все вместе. Спасибо вам большое. И я передаю для завершающего слова микрофон Павлу Юрьевичу. На этом я с вами говорю до свидания, но не прощаюсь. Мы еще с вами встретимся и в декабре, по-моему, через пару недель даже. А все, всем счастливо, хорошего дня и удачи!